Шахматные фигуры, банные веники и обувь. С такими находками вернулись в Наринмар археологи из Пустозерского городища. В течение нескольких недель совместной работой археологов и волонтеров-эколога краеведческого лагеря Пустозерск в 2015 было выработано 64 квадратных метророскопа. Пройдено 6 слоев земли, угля и щепы. Обнаружено и зафиксировано более 400 находок 17-18 веков. Какие еще предметы были обнаружены в слое вечной мерзлоты, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Экспедиция, в состав которой входили сотрудники Невицких музеев и археологи из Нефтьюганска, длилась более трех недель. Для Надежды Львова и младшего сотрудника Пустозерского музея это первые полевые работы. Работая в Роскопе тяжело, конечно, но очень интересно, уезжать не хотелось. Сама я находила фрагменты кожаной обуви северной, кости животных. Также было найдено деревянное изделие, вырезное. То есть археологи предположили, что это может быть женская косметическая лопаточка для лица. Ну, что-то похожее на современные косметические приборы. Может, маски женщины накладывали на лицо. Ну, что-то вот в косметических целях предположили. Да, она вырезная. Лопатка, ну, примерно, там, сантиметров 10-12 в длину. Археологам еще придется выяснить, для каких целей использовались эти предметы. Всего в Пустозерске было найдено более 400 артефактов. Все они отправлены для исследования в Нефтьюганск. Было обнаружено, как ни странно, большое количество веников, что, опять же, позволяет специалистам делать выводы о том, что, предположительно, на этом месте находилась, вероятно, баня. К сожалению, полностью выработать культурный слой по всей намеченной площади участникам экспедиции помешала мерзлота. Также несколько интересных резных изделий, в числе которых, предположительно, шахматная фигура и резная голова медведя. Все предметы, найденные археологами, после исследования войдут в фонд экспонатов Пустозерского музея. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».